Тарас Загородний, управляющий партнер национальной антикризисной группы. Здравствуйте, Тарас. Да, здравствуйте. Что ж, второй тур. Ваши прогнозы, ваши оценки того, что нам ждать от событий в Кишиневе? Ну, правильно было отмечено, что я смотрел вот расклад по голосованию, фактически один в один. Там очень такая вот обстановка для Марии Сандо не очень благоприятная. Тем более, что вторые туры – это всегда голосование против, а не за. То есть, если у этого генерального прокурора бывшего не было такого антирейтинга, а у Сандо есть, то это скорее идет ей в минус. И поэтому, конечно же, у нее такая очень напряженная обстановка. Сможет ли она мобилизовать достаточное количество людей для того, чтобы за ней проголосовали? Пока остается открытым вопросом. Потому что ресурсы, которые Россия вкинула в срыв, ну, не в срыв, для того, чтобы победил, собственно, их кандидат, российский кандидат, или такой человек, который занимает такую плавающую позицию официально, достаточно серьезную, если учитывать масштабы республики. Тарас, вы знаете, я хочу у вас спросить следующее. Очень многие сегодня обращают внимание, потому что второй тур выбора обращают внимание на главных героев, о которых мы уже вспоминали. И говорят даже о том, что если бы не предвыборная гонка в США, то второй тур президентских выборов в Молдове можно было бы назвать самым непредсказуемым голосованием месяца. Да, вот если мы говорим о Молдове, но сейчас не в разрезе внутриполитической ситуации в самой стране, а в разрезе того, как это может повлиять на изменение структуры мира и так далее, ну, и европейской части континента. Вот выборы в Молдове сегодня, насколько они важны не только для самой Молдовы? Ну, смотрите, я не ожидаю больших вот таких, на этих критических изменений, о том, что, знаете, все развердется и все побегут совершенно в противоположную сторону. Вы должны понимать, что, в принципе, вот почему вот этот кандидат, который является конкурентом Санду, не говорит вот таких вот про российских лозунгов, что там Россия поможет и так далее. Там интересная история, что это же фактически вторые выборы президентские в истории Молдовы. До этого они избирались в парламенте президента. Были уже прямые выборы и был выбран Дадон, который занимал вот явно пророссийскую позицию. Когда он там обещал, что мы там порешаем все вопросы там по Приднестровью и по многим другим направлениям, по которым Россия фактически создала болевые точки. А ничего не решено же было, да. И поэтому я думаю, что все-таки будет какая-то, ну, позиция, что может быть, если даже побеждает Ниссанду, ну, может быть, что-то будем пересматривать, смотреть. Но реально я думаю, что они не сильно поменяют свою позицию в отношении Украины. Будет и транзиция, там оружие, например, сохранен. Либо какие-то другие вещи, которые, как вот в Словакии, знаете. Вот ФИЦа много чего говорит на словах, а реально же там ничего не поменялось. И там и взаимоотношения на уровне частных компаний по вооружению остается. Пропускаются натовские грузы и так далее. Поэтому я резких движений вот таких вот не ожидаю. По крайней мере, в первые, там, если дни или месяцы после избрания, если не побеждает Санду. Ну, конечно, могут быть разные там эксцессы, которые могут быть очень неприятными. Тарас, мы сейчас так повторяем, что главное, не главное, а важная будет схватка. Это парламентские выборы в будущем году, которые действительно сформируют, все-таки Молдово-Парламентская республика сформирует контур власти. Как вы думаете, в этом смысле пророссийские силы, манипуляции, подкуп? Одним словом, весь арсенал их любимых средств будет задействован вот в ближайшие месяцы? Или все-таки после референдума по европейской интеграции велика вероятность того, что Майя Санду одержит сегодня победу, все-таки не будет уже таких наглых попыток вмешаться? Ну, будет, конечно. Пока Путин будет при власти, точно будет, потому что не хотят сдавать даже такие небольшие форпосты, как Молдову. Они все равно считают это своей территорией, на которой они творить могут все что угодно. Тем более, что ресурсов для того, чтобы выигрывать в Молдове, не так и много нужно, особенно по российским меркам. Это вообще копейки. Ну, страна небольшая. Есть там опорные пункты в виде Приднестровья и Камрата, то есть вот этого сепаратистского анклава в виде гагаузской национальной автономии, которые Молдове тоже навязали по результатам еще в начале 90-х годов. И поэтому, конечно же, будет качать, конечно же, будет использовать. Тем более, если победит Санду, значит, парламент тем более должен быть наполнен теми людьми, которые будут тормозить любые процессы, которые запускают Санду. Поэтому этот процесс, конечно же, не остановится. Тарас, все-таки вы украинский, а не молдавский политолог. Поэтому я вас спрошу, что нам от этих сегодняшних выборов? За кого нам болеть? Все-таки сейчас такое время, когда полутонов нет. Украинцы имеют право занимать позицию по всем вопросам, касающимся непосредственно их соседей и наших будущих отношений. Поэтому что вы, как украинец, как политолог, думаете об этих выборах? За кого мы болеем? Ну, понятно, что в данном случае Украине интересна Майя Санду, которая занимается, соответствующую позицию, помогает очень много. И более-менее спокойный у нас фланг. То есть дается возможность взаимодействия транзита грузов, например, через территорию Молдовы. Много чего тоже происходит по экономической линии. По-моему, 100 тысяч людей, кстати, беженцев находятся сейчас в Молдове, если я не ошибаюсь, и так далее. Поэтому в данном случае, конечно же, Майя Санду интереснее. Но нужно быть готовым к любым событиям, которые могут там развернуться. И поэтому посмотрим, что дальше будет. Я вообще не исключаю, что Украина пойдет на операцию по освобождению Приднестровья. И через неделю вернет хозяевам ключи от квартиры. Да, ну, такие позитивные сценарии, да. Тарас, я хочу вас еще спросить про второго кандидата, да, Александра Стаянагло. Интересная такая все-таки карьера, да, и называет себя неполитическим кандидатом в президенты. Да, вот даже такой используют имидж, как о нем пишут, имидж новичка даже в политике. Ну, для зрителей я напомню, что в 2019 году он выигрывает должность на, как раз, конкурс на должность генерального прокурора и так далее. Там много далее событий, все не будем повторять. С 30 сентября 2021 был арестован в своем кабинете и так далее. Вот хочется у вас спросить. Отходил в последнее время от активной политики, поэтому, возможно, сейчас эксплуатирует как раз вот это понятие, что он неполитический кандидат. Работал юристом в отдельных молдавских коммерческих предприятиях. Поэтому хочется понять, а каким образом все-таки ему сегодня удалось выйти во второй тур? Благодаря чему? Очень часто говорят там о русских деньгах, но все-таки наверняка не только это сегодня помогло ему выйти во второй тур. Ну, смотрите, то, что вот вы говорите, неполитический кандидат. Это его слова, которые он постоянно... Это все политтехнологии, я вам скажу. Это называется... Ну, на сленге политтехнологов это называется контрсистемный кандидат, который выступает, ну, условно говоря, кандидат против всех, который выступает против действующей системы, выступает против... ну, фактически, там и предыдущего президента, и нынешнего президента, говорит, я вот новый приду и все порешаю, да, условно говоря, у меня нет за мной никакого шлейфа. И, соответственно, понятно, что это вот такое, это вообще во всем мире такой вот запрос на политичную политику, как ни странно это звучит, что кандидат, который приходит в власть, он говорит, что он не политик и готов быть непохожим на других. Это, как бы, Молдова сейчас проходит, видимо, этот путь, это, ну, это нормально, это, я говорю, эти тенденции во многих европейских странах, в мире в том числе и так далее. И поэтому, когда он так заявляет, это, ну, ровным счетом ничего не обозначает, конечно же, он политик, конечно же, он человек, который играет в предвыборную кампанию. И, если другие варианты, кроме России, ну, я уверен, что Россия очень, очень грамотно выстраивает отношения в середине тоже Молдовы. Я думаю, что там многие кандидаты в той или иной мере получают необходимый ресурс для продвижения, для того, чтобы иметь гарантированное того, что Майя Санду проиграет эти выборы. Тарас, поговорим в контексте, то, что сегодня происходит, поговорим в контексте евроинтеграции. Украина и Молдова приблизились к ЕС, Грузия отдалилась. Об этом свидетельствует доклад, который называется «Пакет расширения 2024 года», который обнародовала Европейская комиссия. Согласно документу, Грузия до сих пор не выполнила большинство рекомендаций Еврокомиссии из девяти шагов, например, в отношении Высшего совета юстиции, Верховного суда, прокуратуры. Между тем, Украина и Молдова уже исполнили выдвинутые им условия, находятся на стадии переговоров о вступлении в ЕС. Кроме того, они получают преимущество в виде программ помощи по ускорению реформ. Это и фонд поддержки Украины на 50 миллиардов евро, и план роста для Молдовы на 1 миллиард 800 миллионов евро, который уже анонсирован Европейской комиссией. Вот в этом контексте евроинтеграционных намерений и движения мы связаны с Молдовой? И как Вы считаете, вот эти сегодняшние выборы нам помогут в этом смысле двигаться туда? Ну и Грузию вспомнили. Получается, что Грузия действительно сейчас самая пострадавшая от путинского вмешательства. Я бы все не объединял в одну группу по многим причинам. Первое, Грузия. Грузия. Проблема в том, что на границе стоят российские войска, которые угрожают вторжением. Грузию некому защищать. И грузинские элиты будут делать все для того, чтобы не было войны, и будут идти на разные уступки Путину для того, чтобы фактически избежать войны. Потому что они понимают, что после того, что сделали с ними в 2008 году, когда Грузии фактически... Когда фактически Обама тогда был президентом, он фактически разрешил... Он не наказал Путина за то, что он делал в 2008 году. И Медведева в том числе. И фактически Грузия сейчас одна. Защищать ее некому. И, соответственно, они будут идти туда, куда идти. Потому что другого выбора у них фактически нет. Дай бог поменяется, например, руководство в Соединенных Штатах Америки, которые либо в Европейском Союзе, которые все-таки не будут ни ахать, ни лохать, а все-таки действовать. Потому что за последние 10 лет это именно ихняя политика привела к тому, что Грузия уходит от вот таких вот стандартов, которые были оглашены. Касаемо Украины и Молдовы. Нет, мы тоже не можем объединять две страны в один, условно говоря, пакет, потому что масштабы огромные. Молдове легче будет, конечно же, интегрироваться в Европейский Союз. Ну, страна небольшая. Там 2 или 3 миллиона населения. То есть, Европейскому Союзу переварить, условно говоря, Молдову, ну, очень легко. С Украиной это категорически нет, потому что огромная страна, огромные ресурсы нужно вкладывать, в том числе на выравнивание, там, на выравнивание, развитие. Очень много конкурентов Украины в Восточной Европе, которые не сильно рады, что вообще Украина приближается к Киеву, несмотря на эти бравурные заявления о том, что готовы и так далее. Поэтому не следует сравнивать абсолютно несопоставимые весовые категории, которые невозможно сравнить. Ну, один простой вопрос для сравнения. В Польше, например, было вложено, ну, порядка 300 миллиардов евро. Это только официально. Это где-то с 2005 года, по-моему, по 2015. Польша, это, ну, в два раза меньше по территории Украины, плюс-минус одинаково по населению. Ну, после войны кто-то приедет, кто-то уедет в Украину, кто-то с мигранты приедет. Но, я думаю, население плюс-минус будет одинаковое и даже будет расти. И Украина страна более перспективна по многим направлениям, инвестированиям и так далее. И поэтому очень многие страны Восточной Европы не хотят сближения Украины с Украиной. Ну, вот представьте себе, пострадают в первую очередь как раз небольшие страны, которые являются нашими соседями, если говорить про экономику. Это Словакия и Венгрия. Ну, где выгоднее строить там заводы или что-то такое. Ну, конечно же, в Украине легче тут и выгоднее по многим направлениям. Пострадает в том числе и Польша, которая понимает, что появление Украины создаст такое напряжение. Конкуренцию за ресурсы, конкуренцию за трудовые ресурсы, за экономические, финансовые. Поменяется вообще появление Украины в Европейском Союзе, меняет вообще весь расклад политический в Европейском Союзе. Фактически создается Восточная Европа как отдельный класс, точнее, как отдельный центр влияния. А это уже не сильно нравится и Франции, и Германии, которые теряют фактически контрольный пакет управления в Европейском Союзе. Так что появление Украины в Европейском Союзе рождает очень много интересных изменений, которые не всем Европейском Союзе вообще-то нравятся. А Молдова, появление Молдовы в Европейском Союзе, ну, никак не влияет на позиции и на расклады внутренние. Что ж, спасибо, Тарас. Ждем с нетерпением результатов второго тура голосования на выборах президента Молдовы. Тарас Загородний, управляющий партнер национальной антикризисной группы. Вся правда о войне России против Украины. Узнавайте оперативные новости первыми в телеграм-канале Freedom. Freedom – только то, что действительно важно знать. Подписывайтесь, ссылка в описании. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова